Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волонец. Сегодня я расскажу о продаже белорусских товаров и услуг в другие страны. Наша экономика в современном виде сформировалась как экспортно-ориентированная. В настоящий момент на экспорт поставляется более половины производимого в стране продукта, как товаров, так и услуг. Это имеет под собой основания. Значительная часть продукции промышленности просто не может быть реализована только непосредственно в Беларуси, ввиду недостаточного числа покупателей. В современной экономике нужен эффект масштаба. Это когда объем выпускаемой продукции позволяет поддерживать уровень цен в том числе и на внутреннем рынке. Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2019 году внешнеторговый оборот товаров составил более 70 миллиардов долларов США. В том числе экспорт – почти 33 миллиарда долларов. Импорт – более 39 миллиардов. Оборот внешней торговли товарами в целом сохранился на уровне прошлого года. Экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 0,4%, при этом импорт увеличился на 4,3%. В структуре наших внешнеэкономических отношений по своим объемам лидирует Российская Федерация – более 40%. На втором месте фигурирует наша соседка Украина – порядка 12%. На третьем месте – страны Евросоюза. Структура внешней торговли с зарубежными странами, торговыми партнерами складывается по-разному. Так, ряд стран Западной Европы, например, Литва и Великобритания, являются для нас в основном партнерами по экспорту. Из других стран мы больше ввозим продукции, чем поставляем на их внутренние рынки. Первую тройку таких стран составляют Италия, Китай и Российская Федерация. Несмотря на ориентированность нашей экономики на экспорт, Беларусь сохраняет статус страны-импортера. Товарный импорт всегда превышал у нас товарный экспорт. По данным Белстата, за период с июля 2018 по июнь 2019 из-за рубежа в нашу страну было привезено товаров почти на 5 миллиардов долларов больше, чем вывезено за рубеж. Каждый регион вносит свою лепту в общую внешнеторговую копилку. Гомельская область занимает третью позицию среди регионов страны и при этом сохранила за собой право называться экспортно-ориентированным регионом. По итогам 2019 года из нашей области было вывезено продукции в три раза больше, чем ввезено. Не так давно итоги работы местной экономики подвели на заседание облсполкома, где были озвучены довольно впечатляющие цифры. Экспорт товаров, произведенных на предприятиях нашего региона, кроме стратегических позиций нефти и нефтепродуктов, по итогам первых трех кварталов 2019 года вырос на 20% к аналогичному периоду 2018 года. Увеличился экспорт оказываемых услуг. Причем, если брать темпы роста экспортных товарных операций, то приятно удивляет Житковический район. Далеко не самый индустриальный край. Глухой уголок белорусского Полесья в 2019 году увеличил экспорт товаров почти в полтора раза, а экспорт услуг на четверть. Для сравнения, в областном центре рост экспортного потенциала составил в среднем около 15%. Значительно прирос экспорт услуг. В этом свое слово сказали гомельские строители. В 2019 году ими было построено самых разных объектов за пределами страны почти на 6 миллионов долларов США. Мы работали в Российской Федерации, Курск, Калуга. Это из наших подчиненных предприятий Мозовский ДСК основной игрок. И в рамках областей мы имеем вторую позицию Республики Беларусь по возводимым жильям за пределами Республики Беларусь. Но вернемся к Житковичам. По итогам января-ноября 2019 года экспорт товаров, произведенных на территории этого района, превысил 73 миллиона долларов США. При этом в районе положительное сальдо внешней торговли. То есть превышение экспорта над импортом составляет более 60 миллионов долларов. Конечно, в большинстве своем эти показатели обеспечивает Туровский молочный комбинат, удельный вес которого в общем объеме экспорта товаров из района составляет 87,6%. Высокое качество продукции этого предприятия подтверждено победами в двух престижных белорусских конкурсах 2019 года. Это бренд года в Беларуси и лучшие товары Республики Беларусь. Предприятие успешно работает на 16 экспортных рынках, среди которых не только Российская Федерация и страны СНГ, но и Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Иордания, Гонконг, Япония. Туровский молочный комбинат – это действительно современное мирового уровня предприятие пищевой промышленности. Но впечатляет и деятельность местного лесхоза. Здесь, как говорится, объемы нитей и география экспортных поставок не столь внушительна, но половина всей заготовленной в жидковичах древесины экспортируется за пределы страны. А это ни много ни мало – почти 3 миллиона долларов. Пример этот особенно впечатляет на фоне достаточно скромных результатов других восьми районов Гомельской области, чьи показатели по экспорту продукции на внешние рынки значительно снизились. Это такие районы, как Гомельский, Будокошелевский, Добружский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Рогачевский и Хойникский. Возникает вопрос – то ли леса там не растут, то ли коровы молоко не дают. А может, дело в чем-то другом. Но об этом не нам судить. Это были «Цифры и факты» с Натальей Волонец. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова